Михаил Саакашвили выставил пост на официальной странице в Facebook. Цитируем слова в оригинале. Хочу рассказать про аферу, который позавчера на глазах у всех провернули на заседании правительства Украины. Профильный министр и не без помощи главы правительства. Привыкший ко всему, я даже не ожидал такой тупой наглости по отношению к обычным украинцам, особенно касается средних и малых бизнесменов. На заседании Кабмина с голоса, без включения в повестку дня, министр культуры Ткаченко и министр кабинета министров Немчинов протащили создание так называемой инспекции по защите культурного наследия. Фактически эти два деятеля оживили даби, которую мы с трудом в течение года ликвидировал президент, чтобы внедрить нашу реформу получения строительных разрешений на основе новосозданного ДИААМ. Примечательно, что эту инспекцию голосовали при отсутствии профильного министра регионального развития Алексея Чернышева, который полностью поддерживал нашу одобренную президентом реформу. У него определенно есть и были замечания. Ее эту инспекцию вообще не потруднились обсудить. Ее просто создали, чтобы возобновить утерянные вследствие ликвидации даби коррупционные потоки, чтобы было понятнее масштаб схемы. Эта новоявленная инспекция может остановить своим решением любое строительство, и ни одно строительство не может быть начато без ее предварительного одобрения. Вот так просто создали инспекцию, которая много лет будет отравлять жизнь украинских строителей, убивать рабочие места и приносить взятки чиновникам. Конечно, если мы сейчас это все не остановим. Впрочем, на этом аппетиты и совместные планы Кабмина с Министерством культуры Ткаченко не заканчиваются. На сайте Кабмина появилось сообщение об общественном обсуждении проекта постановления о том, чтобы передать полномочия присвоения звезд отелям. Кому бы вы думали? Министерству культуры. Зачем? Все просто. Гостиницам разрешили открывать казино, но на определенных условиях. А это хорошая возможность для очередного обелечивания. Потому что сейчас предлагается забирать эту функцию у независимого органа по сертификации и передать ее Министерству культуры Ткаченко. Интересно, это выходит в сферу компетенции Министерства культуры, так же, как даби или как-то по-другому. А чтобы мимо кассы не прошли даже те, кому казино не нужны, упраздняется понятие добровольной сертификации для получения категории. То есть, абсолютно все гостиницы и средства временного размещения должны будут подавать огромный пакет документов, который, кроме как договориться вариантов, бизнесу просто не оставляет. Все это предусмотрено проектом постановления о внесении изменений в порядок установления категории гостиницам и другим объектам, которые предназначаются для предоставления услуг временного размещения проживания, который разработан Министерством культуры и информационной политики и сейчас опубликован на его сайте для общественного обсуждения. Предлагаю провести общественное обсуждение прямо сейчас в комментариях под этим постом, под этим видео. Какое ваше мнение? Пишите в комментариях. Спасибо всем за просмотр!